Штурм Тигр Штурм Тигр – это один из наиболее малоизвестных и оригинальных образцов германской бронетанковой техники периода Второй мировой войны. Его полное официальное название – 38ЦМ РВ-61 АУС в штурмморсер Тайгер. Также он известен под названием «Штурмпанцер-6». Это германская самоходная артиллерийская установка периода Второй мировой войны – класса тяжелых штурмовых орудий. Создана в 1943 году на шасси тяжелого танка «Тигр» и предназначалась для разрушения укреплений противника и боев в городских условиях. Орудие крупного калибра с коротким стволом предназначалось для ведения навесной стрельбы. Идея создания «Штурмтигра» принадлежала быстрому Гейнцу. После боев в Сталинграде генерал-инспектор танковых войск Гудериан предложил спроектировать реактивную установку крупного калибра на танковом шасси, предназначенную для ведения боев в городах и уничтожения укреплений. Эта идея понравилась Гитлеру. И 5 августа 1943 года он распорядился разработать САУ на базе танка «Тигр». Сначала предполагалось вооружить «Штурмтигра» 210-мм гаубицей, но в тот момент ее не было в наличии. Поэтому Альбертом Шпейером было решено установить на модифицированный «Тигр» 380-мм мортиру. Кстати, эта мортира так и не была принята на вооружение в Криксмарине, зато пригодилась в Панзерваффе. Компания «Алкет» получила заказ на производство первого прототипа к октябрю 1943 года. 20 октября прототип «Штурмтигра» был представлен Адольфу Гитлеру на тренировочном полигоне «Вайрес» в Восточной Пруссии. Стоит сразу отметить, что дорожные колеса с резиновыми бандажами использовались только на данном единственном прототипе, поскольку на испытаниях 1944 года выяснилось, что для конверсии, потяжелевшей на 10 тонн по сравнению с базовой машиной «Штурмтигр», годились только «Тигры» поздних выпусков с внутренней амортизацией катков и двигателем модели HL-230P45. Прямо с полигона он был отправлен в Варшаву, где мог пострелять в боевых условиях, потом вернулся на полигон для модернизации. Дальнейшая его судьба точно неизвестна. Наконец, к началу лета 1944 года было принято решение запустить машину в серию. Для производства использовались шасси поврежденных боях «Тигров Аусфье». Производство рубок «Штурмтигра» осуществлялось фирмой Брандербург-Айзенверке, а ремонт поступивших «Тигров» и окончательную сборку осуществляла «Алкет» на заводе «Шландау» в Берлине. Выпуск первой партии из 12 машин продолжался с 13 августа по 21 сентября 1944 года, после чего 6 октября того же года новая САУ была наконец принята на вооружение вермахта и началось ее распределение по танковым частям. Как мы уже говорили выше, «Штурмтигра» оснащался 380-мм, заряжаемый с казенной части короткоствольной мортирой «Ракетенвейфер-61Л-54», которая стреляла огромными ракетными снарядами большой разрушительной мощности на относительно близкое расстояние от 4,5 до 6 километров. Данное орудие было разработано компанией «Ренметал Борзик» на основе морской установки для запуска глубинных бомб. Для локальной обороны на передней бронеплите устанавливали пулемет МГ-34. «Штурмтигр» был способен уничтожить любое здание или любую другую цель с одного выстрела. Правда, боезапас его составлял всего 14 реактивных снарядов, весом около 350 килограмм каждый. Согласно инструкции по обслуживанию самоходной штурмовой мортиры, основным назначением «Штурмтигров» являлось использование в уличных боях, разрушение баррикад, домов и тому подобное. Реактивную фугасную гранату рекомендовалось применять для поражения сосредоточенных живых целей, например, скоплений пехоты. Реактивный кумулятивный снаряд предназначался для поражения мощных бетонированных укреплений. Использование орудия и боеприпасов для стрельбы по мелким целям не рекомендовалось. «Штурмтигр» ввел огонь ракетами с твердотопливным двигателем, который стабилизировался в полете из-за вращения, достигавшегося за счет наклонного расположения сопел двигателя, а также вхождение выступов на корпусе ракеты в каналы нарезки ствола орудия. Начальная скорость ракеты на выходе из ствола составляла примерно 300 метров в секунду. Хотя ракета при выстреле и создавала небольшую по сравнению с традиционными артиллерийскими системами того же калибра отдачу, чтобы не усложнять конструкцию и не загромождать боевое отделение механизмами отката, конструкторам пришлось прибегнуть к оригинальному решению. Газы ракетного двигателя отводились в пространство между стволом и его внешним кожухом и выводились через отверстия в передней части ствола. Таким образом удавалось погасить значительную часть стартовой отдачи. Зарядка орудия производилась вручную. Ввиду значительной массы снарядов для этого использовалась ручная лебедка, которая была установлена прямо внутри рубки и передвигалась по рельсам на ее крыше. Помимо этого на крыше рубки устанавливался съемный кран, служивший для загрузки боеприпасов в танк. Ствол орудия для зарядки должен был быть опущен в положение 0 градусов, после чего все четыре члена экипажа проталкивали ракету в ствол по специальному лотку с направляющими роликами, используя для этого специальные инструменты. При этом с помощью направляющей планки ракета приводилась в нужное положение, чтобы выступы на ней совпали с нарезами ствола. Также для придания ракете правильного положения мог быть использован специальный ключ. Зарядка орудия являлась трудоемким и медлительным процессом, занимавшим не менее 10 минут, и это при том, что в нем были задействованы все члены экипажа. Штурмтигр проектировался как машина для действий в городских условиях, способная выдерживать огонь противотанковой артиллерии со всех направлений. Защищенность лобовой части штурмтигров ранних выпусков была одной из самых высоких среди всех использовавшихся во Второй мировой войне бронемашин и была сравнима с бронированием Королевского тигра. Во Второй мировой войне специализированным тяжелобронированным штурмовым орудием, помимо Германии, обладал лишь СССР. Примерным аналогом штурмтигра могут служить тяжелые САУ Су-152 и ИСУ-152, однако они были более универсальны, потому что не создавались специально для боя в городских условиях. Советские САУ были вооружены 152-мм гаубицами-пушками, которые хоть и уступали штурмтигру в мощности фугасного снаряда, зато отличались намного лучше дальнобойностью, а также точностью и скорострельностью. По бронированию в целом они были сопоставимы со штурмтиграми поздних выпусков, которые были лишены 50-мм бронеплиты на нижней лобовой детали, однако значительно уступали снабженным дополнительной бронеплитой машинам, малоуязвимым для стандартных противотанковых средств. Но важнейшим преимуществом СУ-152 и особенно ИСУ-152 была лучшая надежность по сравнению со штурмтигром, постоянные поломки которых ставили под вопрос их боеспособность. Сразу же после завершения полигонных испытаний 12 и 13 августа 1944 года прототип с рубкой из неброневой стали и всего лишь 12 ракетами боезапаса был по железной дороге доставлен в Варшаву, где уже неделю шло восстание. С 13 по 28 августа машина использовалась для ведения огня по позициям восставших в городских районах Старувка и Мохотов. Впервые она вступила в бой 19 августа. Боевое применение подтвердило и выявлены еще во время заводских испытаний проблемы с надежностью ракеты, а также с точностью стрельбы. В Варшаве к этому прибавилось еще и то, что взрыватели ракет, рассчитанные прежде всего на долговременные железнобетонные укрепления, чаще всего попросту не срабатывали при попадании в сравнительно тонкие кирпичные стены городских зданий. Прибывшие в дальнейшем партии боеприпасов были оснащены более чувствительными взрывателями, после чего прототип штурмтигра вместе с присоединившимся к нему между 15 и 18 августа первым серийным образцом показали удовлетворительные результаты. Первая вооруженная штурмтиграми тысячная рота была сформирована 13 августа 1944 года. Первоначально САУ были укомплектованы заводскими экипажами из персонала фирмы «Алки». В первый взвод вошли как прототип, так и первая серийная машина. Позднее прототип был отправлен на завод фирмы «Алки» для того, чтобы его модернизировали до стандартных серийных машин. Где он изгинул? Не знаем куда. А на место первого взвода в Варшаву пришел второй, который был уже укомплектован двумя серийными штурмтиграми. А первый взвод после завершения модернизации прототипа был вначале отправлен на Западный фронт, однако уже 10 сентября он был передислоцирован в Венгрию, где был приставлен к 109-й танковой бригаде. Взводу предстояло в случае, если словацкое национальное восстание распространится до Братиславы, участвовать в его подавлении, методами, которые были уже опробованы в Польше. Однако, поскольку восстание так до столицы и не дошло, и было остановлено на значительном от нее расстоянии, уже к 20 октября первый взвод был возвращен в Варшаву. 1001-я рота самоходных минометов была сформирована 23 сентября 1944 года. 28 сентября был укомплектован первый взвод, он получил два штурмтигра. А 5 октября к Риму присоединился также укомплектованный двумя САУ второй взвод. Среди всех вооруженных штурмтиграми Рот, она оказалась наиболее активной, действуя против англо-американских частей и прикрывая свои войска в районе Айфель, на участке Дюрен-Айскхирхен. Штурмтигры успешно использовались для разрушения занятых англо-американскими войсками укреплений линии Зигфрида, а в отдельных эпизодах показали даже способность успешно бороться с танками противника. Так, в одном случае штурмтигру удалось уничтожить одним выстрелом сразу три танка Шерман. Последняя рота штурмтигров, которые успели поучаствовать в боях, 1002-я, была сформирована в конце осени 1944 года. В разных источниках в качестве даты формирования роты приводится либо 22 октября, либо 14 ноября. Рота была немедленно направлена на фронт, при этом она не имела боеприпасов штурмтиграм. В январе-марте 1945 года рота, получив наконец-таки боеприпасы, была развернута в районе Райсхвальда, не принимала участия в боях, а после была успешно эвакуирована за Рейн. В дальнейшем рота продолжила отступление с боями, неся потери, пока 14 апреля последний штурмтигров не был захвачен войсками США. Всего по состоянию на 1 марта 1945 года в частях насчитывалось 13 машин, три из них находились на складах. Еще одна машина была потеряна. Также в это число не входит списанный в октябре 1944 года прототип. Помимо трех упомянутых выше рот, была сформирована также 1003 рота самоходных минометов. Однако сведений о ее боевом применении или о том, что она вообще была укомплектована САУ, никаких нет. В марте-апреле 1945 года большинство штурмтигров были брошены или уничтожены своими же экипажами, после неустранимых в полевых условиях поломок, из-за нехватки топлива, а также из-за нехватки боеприпасов. По окончанию войны как минимум по одному захваченному штурмтигру испытывались в США и в Великобритании. На сегодняшний день сохранилось всего две машины, одна в Кубинке и вторая в музее Зинсхайм Германии. Спасибо вам за просмотр, друзья! Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и не пропускайте новые выпуски! Субтитры создавал DimaTorzok